Китайские рабочие ищут коттедж под детский садик в Свердловской области. Пока они будут трудиться на стройке в Сесерском районе, детей нужно куда-то пристроить. Объявления с информацией о поиске здания под дошкольные учреждения появились вдоль трасс. Наш корреспондент Астасия Кондрашова изучила это предложение. Сниму коттедж под организацию детского сада для детей китайских рабочих в подтверждение серьезности своих намерений. Даже три китайских иероглифа. Считами с такими объявлениями трасса Екатеринбург-Челябинск просто усеяна. Словно клеили их с расчетом на переезд всего многомиллионного Китая. По оказанному телефону ответил посредник. Ну хорошо, я вам знаю коттедж. А вот этот садик, он будет как-то оформлен официально? Официально как садик? Ну это я не знаю. Официально будет документ регистрации ФРС. Дальше уже там с юристами. Все, что не запрещено законом, они будут там делать. Жить, спать, есть и так далее. Требования к интерьеру коттеджа у посредника оказались самые скромные. Для детей китайских трудящихся главное, чтобы коттедж был хотя бы достроен. Для прогулок нужен небольшой земельный участок. Согласны гулять даже среди грядок. Но обязательно в Сесердском районе. Именно здесь будут трудиться китайцы. Где-то здесь, в Сесердском районе, китайцы будут строить некий крупный нежилой объект. Насколько легален приезд гастарбайтеров из Поднебесной, нам выяснить не удалось. Но, судя по всему, сюда они едут всерьез, раз приезжают с целыми семьями и даже с маленькими детьми. И поселятся здесь надолго. К примеру, коттедж для садика планируют арендовать не менее чем на три года. Поселок Кашино, что под Сесердью, называют Свердловской рублевкой. Любой из этих элитных домиков как раз неплохо бы подошел для иностранного детского сада. О том, что, возможно, скоро прибудут гости из Поднебесной, никто из кажутцев не слышал. Первыми забеспокоились местные предприниматели, зная, с каким напором китайцы заполоняют мировой рынок. У нас тут не русских полно. И так все садики заполнили, нашим ребятам места нет. Еще китайцы приедут. То есть вы категорически против? Конечно. Еще нам китайцев не хватало. И так вон там сколько места теплицы настроили, у нас тут не берут. Кстати, детские сады в частных коттеджах далеко не редкость. Но чтобы открыть его, нужно пройти немало инстанций. И на это уйдет не меньше полугода. Так распотребнадзор настаивает, в группах дети должны быть распределены строго по возрасту. Основное это, конечно, чтобы дети не соприкасались друг с другом. Чтобы у них была отдельная спальня. Отдельная групповая, они могут быть совмещены. Отдельная раздевалка, чтобы дети не были перемешаны. Вряд ли китайцы будут так основательно изучать требования к российским частным детским садам. Да и времени у них осталось мало. Рабочие из Китая, со слов посредника, приедут уже в ноябре. Анастасия Кондрашова, Альберт Полудницын, информационная программа «День», Свердловская область.